Итак, соответственно, у нас сегодня 10-я лекция по эстетике, и мы поговорим о скульптуре в стиле поп-арт. Мы уже посвятили достаточно большое количество лекций этому направлению, и говорили о коллажной технике, причем не американской, а британской коллажной технике. Отчасти затронули и американский коллаж в связи с творчеством Раушенберга, говорили о живописцах, о Джаспире Джонсе, о Лихтенштейне. А сегодня я хотел бы осветить именно деятельность скульпторов, двух скульпторов, и так как, так скажем, сфера их проблематики тесно связана с рядом других художников, то мы все-таки затронем и живопись. Но она будет вторична по отношению к скульптуре. Итак, первый скульптор, о котором сегодня пойдет речь, это класс Олденбург. Класс Олденбург, так же, как и Джаспир Джонс, которого мы происходили уже с вами, ныне живущий автор. То есть это в полной связи с словом наш сегодняшний мир. Хоть и старенький уже совсем, но тем не менее он действующий, создающий произведения искусства. Это классик американского поп-арта, хотя по рождению он европеец, он швед. У него отец шведский дипломат, они жили долго в США, а с 1953 года он является гражданином США. Один из немногих представителей поп-арта, который не просто очень популярен, востребован в широком общественности, но и признан академической средой. То есть у Олденбурга очень много престижных регалий таких в области искусства, в том числе национальная медаль США. Это очень престижная награда, что говорит о том, что он не считается каким-то маргинальным художником, таким авангардным, а является художником, художником сейчас с большой буквы, признанным. Живописцев полотен он не создает, он работает со скульптурой. И о чем же его творчестве? Мы уже затрагивали с вами такую проблему в связи с работой материала системы вещей, что вещи в современном мире перестали выполнять свою прямую функцию в пользу вторичной функции. Ну, допустим, вот телефон, он может быть еще в 10 раз дороже, может стоить просто неописуемых денег. Это не значит, что тот, который самый дорогой будет телефон, будет лучше, как телефон. Он как раз может быть хуже, как телефон. Просто там будет много-много-много-много всяких воносов. А вполне возможно, что их не будет, а будет там водотип, красивый, который требует значительного уважения. То есть одна и та же вещь, выполненная в разном дизайне или имеющая разный логотип, может отличаться в цене не просто в несколько раз, а даже не в несколько десятков раз, а иногда в несколько сотен раз. И в данном случае, повторюсь, непосредственная функция этой вещи от этого может несколько не улучшиться, а подчас даже ухудшиться. Так встает вопрос, что же на самом деле мы покупаем, когда мы покупаем какую-то вещь? Причем речь идет о самых обыденных вещах. Мы покупаем все-таки ту или иную вещь для того, чтобы ее непосредственно использовать, или мы покупаем какой-то бонус, который прилагается к ней, и который, возможно, и является главным в этой вещи, главным аргументом, когда мы выбираем именно эту вещь, а не другую. Вот пример умывальник. Я не случайно решил привести в качестве примера умывальник, ибо именно с него мы начнем смотреть скульптуру обыденных. Так вот, один и тот же умывальник, одинакового размера, выполненный из одних и тех же материалов, покрашенный в один и тот же цвет, может занимать совершенно разную ценовую нишу. Так вот, когда вы покупаете тот или иной умывальник, выбирая именно его, за что вы его выбираете? За эстетическое совершенство? За знак престижа носителя того или иного логотипа? Или из-за желания занять свою нишу в иерархии потребителя? Например, кто-то может покупать всегда самую дешевую вещь, которая входит в определенную, так скажем, предлагающую определенный товар. То есть, например, если это такой же умывальник, абсолютно, как все остальные, то он купит самый дешевый умывальник. У него функционал он такой же. Или самый дешевый пылесос или холодильник с таким-то количеством функций. Другой человек всегда будет отбрасывать нижнюю ценовую категорию во что бы то ни стало и смотреть всегда в середину. То есть, он мыслит себя, как человек, занимающий срединную функцию, срединную нишу в этом мире. А кто-то будет смотреть всегда исключительно в пиковую ценностную категорию. Этим активнейшим образом пользуются в области ювелирной промышленности, где абсолютно одинаковые украшения в разном дизайне представлены от самой минимальной цены до самой дорогой. Человек, который приходит и рассчитывает потратить наименьшую сумму, естественно, видит, что абсолютно такая же вещь в два или три раза дороже. И, конечно же, с радостью приобретет вещь подешевле, такую же. Хотя понятно, что она и столько не стоит. А другой человек видит, что есть такая же, но дешевле, конечно же, понимает, что если он купит дороже, значит, она несоизмеримо лучше. И чем меньше он видит в ней отличий, тем больше это доказывает то, что она лучше по каким-то непонятным, скрытым свойствам. Я лично присутствовал на весьма любопытной процедуре, когда человек выбирал украшения своему другу на юбилей и отказался от покупки совершенно фантастической по работе шкатулки из строматолита. Строматолит – это древнейшие существа на нашей планете, то есть окаменелости. Цена бактериальных марок – окаменелости. И отказался от ее покупки только потому, что она стоила около 10 тысяч рублей. Он рассчитывал потратить на юбилей своего друга, а больше всего. То есть если бы мы сказали, что она же стоит, допустим, 30 тысяч рублей, он бы ее не раздумывая взял. Так что же мы на самом деле покупаем? Эту же функцию, эти же вопросы, о функции, заложенной в вещах, ставит Олденбург еще в 60-е годы. Ставит вопрос о том, что мы покупаем, обращаясь к тем или иным вещам. Причем это вещи, которые бессмысленны, это вещи, которые лишены своей функции, вещи, которые зачастую нельзя использовать. Именно вот эти бессмысленные вещи и становятся визитной карточкой как творчества Олденбурга, так и целой эпохи второй половины 20-го столетия. Какие-нибудь, допустим, пила с раскрашенной ручкой. Она будет стоить намного дороже, чем обычно. Однако, скорее всего, эта раскрашенная ручка он будет очень сильно мешать ее использовать по прямому назначению. И если краска будет недостаточно качественной, она начнет крашиться. И так далее. Именно вопрос о таких вещах поднимает Олденбург. И классическая его работа «мягкий умывальник». В фразе «мягкий умывальник» правдой оказывается только одно слово. Мягкий. Мягкий. Он действительно мягкий. Вы можете подойти к этой инсталляции, если будете видеть ее вживую, и действительно ее потрогать, и вы убедитесь, что она мягкая. Но это не умывальник. Почему? Потому что умывальник – это то, в чем можно умыться. А в нем умыться нельзя никаким образом. В данном случае демонстративно, утрированно показана вещь, лишенная своей первоначальной функции. Например, умывальник. Он плох, да он жесткий, об него удариться можно. Можно сделать мягкий умывальник. Ну и что, чтобы в нем умываться нельзя? Зато ведь он мягкий. Современные дизайн-проекты, которые делают для современных квартир, всегда создавалось впечатление, что это делают дети от 7 до 13 лет. Там тоже очень все красиво, только там нет, как правило, холодильника, шкафа. И оно даже никаким образом не предполагается, что это туда можно будет вместить. Зато очень красиво. То есть это делают те люди, которые не предполагают, что эту квартиру можно использовать по назначению. Смотря, конечно, какое для него назначение отведено этим, так скажем, юзерам, человекам, владеющим этим помещением, но если это предполагается как квартира, в которой можно жить, то жить в ней нельзя. Аналогичные вещи можно встретить и на других работах от одного друга. Вот, например, мягкий унитаз. Он еще и какой-то поломанный. Он в полном смысле поломаться не может, потому что он, скорее всего, резиновый. Это нечто вроде надувного круга, да только унитаз. Он мягкий. Значит, наверное, удобнее, если мягкий. Но использовать его, опять же, по назначению невозможно. Или ближе к нашей теме. Музыкальные инструменты Олденбурга. Их много. Они красивые. Самое главное, они очень большие. Вы их видите в размере по соотношению с человеческим телом. Это, собственно, автор. Это, вон, завязанные в узел трубы. О, это огромный кларнет гнутый, из которого клапаны торчат во всех мыслимых направлениях и также не выполняют никакой функции, ибо, собственно, отверстие в этом кларнете не высохнет. Да и вообще никаким образом на нем играть невозможно. Есть ударная установка. А такая, напоминает, как будто бы она была сделана из пластилина, его излишне подогревают. Или галанчир. От этих вещей остается только полненькое. Узнаваемое для глаза, что позволяет нам определить, что вот это-то умывайлое, вот это-то барабан. Но на самом деле видимое сходство оказывается полностью обманным. Потому что это не умывайлое, потому что умыться в нем нельзя, а это не барабан, потому что на нем абсолютно не слышно будет удар. Он мягкий и не воспринимательный звук. То есть получается, то есть это яркая и нарочитая манифестация бессмысленных и ненужных вещей. В русскоязычном интернете ходит такой стих-мем, который вы все, наверное, знаете. Но я всякий случай его приведу еще раз, потому что он может быть визитной карточкой для творчества Олденбурга. Нет шоколада в шоколаде, давно нет мяса в колбасе, становится чуть-чуть тревожно, а вдруг и в людях нет людей. Этим стихотворением можно точно охарактеризовать большую часть творческого наследия Олденбурга. Когда вещь утрачивается в первичную функцию, причем далеко не всегда она приобретает какие-то вторичные. То есть она может просто стать бессмысленной вещью. Абсолютно никому не нужна. Но нужна и в другом смысле. То, что она будет продаваться, то, что ее купят. И самое примечательное, что в большинстве этих ненужных вещей, созданных Олденбургом, мы видим гигантский размер. Они не имеют практического значения, их нельзя использовать. Они несут даже и какого-то политического смысла. Но они господствуют над человеческим сообществом. Так как для человека почему-то оказывается важна не только функциональность его вещи, но и их цвет, их форма, их статусный характер, их ценовая категория. Причем речь идет не о том, что он не может себе позволить вещь дороже, а как раз зачастую о том, что он не может себе позволить вещь дешевле. И я уже вам говорил о пиле с красной ручкой. Ну вот вам, пожалуйста, пила с красной ручкой. В данном случае она значительно превосходит человеческий рост. Абсолютно никому не нужна такая пила. Однако такая пила, скорее всего, будет стоить значительно дороже, чем обычная пила. Хотя пилить она может намного хуже. Или, например, еще одно дивное изобретение цивилизации. Цветные кнопки. Эти кнопки, как вы видите, в сравнении с деревьями тоже весьма приличного размера. Если вы не можете обойти своего конкурента качеством кнопок, вы можете, например, их покрасить с такой цветом. Вы их не можете просто покрасить, а если конкурент уже покрасил, вы их можете покрасить в большее количество цветов и продавать свои кнопки дороже, чем их. Испокон века, особенно в европейской традиции, где мануфактуры имеют действительно недовековую историю, одни люди занимались пюроварением, другие вузнецы ковали оружие или изготавливали обороны для телег, инструменты. и рекламой их продукции было имя владельца. То есть, если он на протяжении 20-30 лет делает предельно качественные предметы, они не нуждались в броской рекламе, к нему ходили все и так. И его сын будет продолжать эту традицию, внук и так далее. гарантом качества было то, что если человек обманет, если он сделает что-то некачественно, это значит, что к нему больше никто не пойдет. К нему действительно бы не ходили, и значит, ему придется либо переселяться в другую местность, либо просто менять свою деятельность. А в другую местность тоже переселяться проблемно, ибо в каждой местности было все. и там оставались только те, кто делали действительно качество. Все поменялось с приходом конвейерного производства, и сейчас так скажем, не качество функционалов, типа вот эти кнопки, они какие-нибудь должны быть? Они гнутся не должны. Они должны хорошо выполняться и гнутся. Они должны гнутся, отваливаться и так далее. Или пила, она должна ровно идти. она в идеале ржаветь не должна. Быть острым и так далее. Удобно держаться в руке. Вот ее основные качества. А отнюдь красивая ручка. Или удобный красивый чехол, ряд, что еще можно придумать в ловесом в передачу этой самой петли. И в 90-е годы такой автор, который вы наверняка знаете, автор коммерческий Стивен Кинг создает весьма примечательный роман. Он называется «Нужные вещи». Сам по себе роман, несмотря на хорошую идею, сюжетную кангу, написан как и обычным истинным для Кинга языком, вот таким чисто журналистским языком, в чем в английском он еще хуже, чем на русском, поэтому не уверен, что его имеет смысл читать в подлиннике, но все-таки он на русском, когда переводил, как это старается «Двугородит». А там просто в одном предложении пытать вас однословно повторяться, его нескорее и медленно смущать. Но сюжеты у него, как правило, действительно не лишены смысла. и в 93-м году выходит кинолента по этому роману, который действительно представляет определенную ценность, особенно в свете той проблематики, о которой мы с вами говорим. Это аллегорическая лента с мистическим, как обычно это бывает у Кинга оттенком, который называется также «Нужная вещь». Слово «Нужная» я бы взял в кавычки, потому что понятно, что речь пойдет о вещах совершенно неужных. Но на что способен человек ради того, чтобы заболучить эту вещь, которая, как ему кажется, ему нужна? Причем речь пойдет о вещах совсем пустиковых, типа визбольных этикеток и так далее, карточки визбольные, которые любили контакционироваться в Соединенных Штатах и так далее. До какого предела человек готов пойти? Пойдет ли он на убийство ради этих вещей? Фильм немного демонизирован, на мой взгляд, даже излишне, потому что фигура продавца этих вещей представлена непосредственно неким прообразом христианского сатаны, ворога человеческого. Но если убрать налет мистицизма, вы получите вполне реальную ситуацию. Потому что человек действительно инвестирует в вещь слишком много себя, слишком много своих эмоций, чувств, и это действительно может привести к тому, что человек ради вещи способен на очень многое, чего на самом деле эта вещь никаким образом заслужит. Чарльд Старт, видный американский психолог на своих лекциях устраивал весьма любопытный эксперимент. Он брал пакет или коробку от сока, в которой уже нет ничего, и просил в течение 15-20 минут аудиторию идентифицировать себя с этой коробкой или пакетом. Казалось бы, что у людей не так это будет получаться, но получалось безупречно. В чем у всех? все просто посмотрели на эту коробку и представляли какая она хорошая, такая как одни. После этого Тарр сделал не очень этический жест, он еще быстро раздавливал. И многие люди начинали плакать. А речь идет просто о коробке. Более того, они ее даже в руках не кляну держали. Понимаете? Это вообще его была коробка. Так что насколько мы можем влить в вещь идентификацию себя это очень и очень большой и открытый вопрос. И именно этим и пользуются те, кто пытаются заставить нас купить ту или иную ненужную нам вещь. Нужно запустить процесс идентификации. А если пользоваться философией Лакана, то это будет объяснено более изящно, чем в случае с Тартом. Тартом это объясняет достаточно на практическом уровне. Этим можно пользоваться, но не как системы понимания. Проекция вещи, проекция себя на вещь, на самом деле является не совсем идентификацией свещи. У нас у всех есть такой орган, который в философии Лакана называется объект маленького А. Он пишет маленький А. Только в работах Жижика он пишется непосредственно в несколько слов как объект маленького А. Лакан пишет просто маленький. Что это за орган? Это орган выпадения, это орган отсутствия. То есть в нашем мире грубо говоря есть дыра. Эту дырку взорхнуть ничем невозможно абсолютно. Никаким вопросом. Именно туда и течет направление поток желаний. Однако, так как мы не можем смириться с тем, что это отсутствие, то есть мы никогда не просто не сможем с этим смириться, мы даже осознавая, что наличество объекта маленького А, никогда не сможем осознать, что это некая дыра в нашем состоянии. Он всегда будет чем-то или кем-то закрываться. Так именно на это рассчитывают люди, которые пытаются вам что-то продать. То есть любая вещь, которая вызывает вас желание ее во что бы то ни стало заполучить, как вы только ее заполучите, спустя 2-3 дня она перестанет для вас быть интересной. почему? Это не значит, что вы охладели этой вещи. Да нет, вы никогда к ней не испытывали абсолютно ничего, потому что это вещи. Вы испытывали тягу желания, тягу в прямом смысле слова, как она бывает у огня или у воздуха, тягу направленного желания в сторону объекта маленького, который всегда чем-то закрывается или кем-то. Это может быть и человеком. Сюда можно отнести многочисленные примеры, когда там седьмой раз брак ступил, восьмой раз брак ступил. Все никак найти не может. То, нужно или того, которое нужно. На самом деле абсолютно понятно, что человек здесь оказался совершенно случайным. Речь идет о действительно колоссальной силе желания, направленной на объект маленького А. Избавиться можно одним единственным способом, тем способом, который в большинстве стучи предлагает лакановская философия, это вынесение базовой цели своих стремлений за пределы человеческой жизни. Чтобы ваша цель была длиннее, чем возможно реализовать в течение жизни. То есть тогда вы, по крайней мере, будете всегда стремиться не к пустоте этого объекта маленького, а, грубо говоря, к недостижимой цели. И тем самым оттекаете от себя кучу лишних проблем. Потому что иначе это будет все время замена. Замена, замена. Ощущение колоссальной растерянности, ощущение колоссальной утраты всегда способствуется, возникает тогда, когда объект маленького а каждый раз ускользает. То есть вы получили вещь, а она оказалась какая-то не та. Ну, не знаю, заради или там еще. Вы же начинаете пытаться для себя объяснить, почему она теперь не выполняет той же самой функции. Или человек не такой стал, он был, казался, такой хороший, а вот вчера квартире не убрал. Понимаете? То есть начинается совершенно глупое объяснение, попытка объяснить то, почему больше нет этого тока желания. Это может приводить к катастрофическим результатам. Это знаменитый кризис исполненного желания, который наблюдался в психологической жизни постсоветской эпохи, когда советское время человек знал, что встав на очередь на машину, тогда-то он получит машину, тогда-то квартиру, тогда-то дачу, потом он передаст сыновьям, внукам и так далее. То есть все происходило дико медленно. Даже если у человека были большие деньги, этот процесс получения благ был очень замедленным. Когда в 90-е годы многие, обогатившись на ситуации развала СССР, приобрели неограниченное количество денежного ресурса, на самом деле не сыграло для многих из них позитивные роли. Эти люди сразу же купили себе машину, квартиру, дачу. Когда поняли, что что-то здесь не так, по-прежнему чего-то не хватает, они купили еще раз машину, квартиру, дачу. И так до бесконечности, пока они не поняли, что того, чего они хотят, нет. И по бывшему СССР прокатилась колоссальная череда самубийства. Причем именно среди очень состоятельного населения, тех, кто себя реализовали. Это так называемый кризис исполненного желания, который бьет конкретно в объект маленького А. То есть разочарование от утраты, от потери того, что закрывало объект маленького А, когда мы больше не видим в этой вещи тех вожделенных объектов, которые нас к ней влекли, естественно происходит действительно кризис, катастрофа, и человек может действительно не выдержать. Потому что он начинает мыслить объект маленького собственного так, каким и является. Это любовь к смерти. Поэтому его и нужно вынести за пределы жизни. Вот так он не будет вас смущать и не будет, так скажем, чрезмерно давить на вашу психику, подгоняя и ускоряя вашу смерть. вынесение объекта маленького за пределы обозримого будущего, за пределы достижимого будущего, решает целый ряд психологических проблем. И тех проблем, на которые во многом и давит современный рынок. Современный рынок рассчитан на то, чтобы подцепить вас именно за него. За этот орган. Напомню, это не просто философская категория. Это психический орган. Он такой же, как и ваши физические органы, потому что вы их тоже ощущаете исключительно психически. Речь тоже является органом. Речь объекта маленького это психический орган. Они намного больше нас. Он вообще не может быть измерен, потому что он есть выпадение измеря. То есть можно сказать с таким успехом, что он больше всего нашего объекта маленького. То есть он объединил. А речь понятно, что он не измеренно больше нас. Я чуть-чуть не видел ни одного человека, который пользуется речью. Речь нами пользуется. Для своего саморазвёртого исключительно. Знаете, такой орган, на котором человек беспомощно болтается. когда достаточно забавная такая была ситуация. На одной из лекций Смулянского встал такой вопрос о таких органах переростках типа Клишни у граба. Откуда, допустим, граб знает, как функционировать, как действовать Клишне? А он не знает. Клишне знает, что она может делать. Вот и всё. На самом деле мы состоим из огромного количества автономных организмов, автономных функций, которые создаются некая иллюзия того, что мы их объединяем. На самом деле попробуйте покончить жизнь с собой посредством прекращения процесса дыхания. Я не случайно привел этот пример, потому что у вас не получится. Все остальные противопоказывают. А этот можете практиковать сколько угодно, вы всё равно будете дышать. Это кто, над чем человек не властен. То есть нам кажется, что мы можем ускорять и замедлять дыхание. Да, мы это можем, но в определенных пределах. А дальше уже дыхание определяет, что оно может и чего оно не может. И будет оно это делать или нет. Так владеете ли вы своим дыханием или нет? Можете ли вы остановить ваше сердцебиение самостоятельно? Нет. Не можете. И таких функций у нас миллион. Понимаете? И объект маленького а, ровно как и речь, являются такими же функциями. Вы не сможете избавиться от речи. Никаким образом. Даже если вы не понимаете, вы пользуетесь речью для дыхания. Совсем иной вектор творчества Олденбурга связан с всего одной его работой, которая называется «Гигантские окулы». На первый взгляд это продолжение той же самой логики ненужных вещей. Но тут стоят и иные параллели и иной смысл. Дело в том, что на самом деле окурки любого размера лишены смысла. То есть они не обладают функциональностью, даже если речь о реальных окурках, а не остатки. С одной стороны, это можно интерпретировать так, что вторая половина XX века идет под знаком возведения в рамках прекрасного чего-то ненужного. К примеру, в Советском Союзе, когда какая-то вещь ломалась, выходила из строя, ее выдружали над пакетисталом. Например, на въезде почти в любой совхоз вы можете увидеть стоящий там трактор, или автомобиль, или танк. Не нужно далеко ходить, достаточно направиться от нашего института в сторону Памфиловской станции, и вы обнаружите стоящий возле роскошного дома Т-34. Что он там делает? Наверное, он поставлен в память о героях войны. Наверное, если мы правда чтим память героя войны, то мы это отметим не тем, что более не имеет своего значения, то есть мусором, а поставили бы там стату, которому нужно заказать, сделать, чтобы мегалечить. В данном случае это самый дешевый способ создать стату. И это одна из возможных вариантов интерпретации этой работы. Что у нас есть не нужно? Например, опорки. Давайте поставим опорки в память о какой-нибудь катастрофе. не является ли это унизительным для человека ставить в память или в честь чего-то то, что ему действительно не нужно? Напомню, что в древних культурах честовались те же самые боги, им отдавали самое целое. В том числе и мясо, когда в жертву приносилось, там сжигалось самое целое честь. Уже человеку шили объятки. А здесь прямо противоположная скульпция. Но с другой стороны эта скульптура имеет еще один смысл. Дело в том, что для европейской живописи является очень значимым один период истории, который можно охарактеризовать как малые голландцы. Это голландская живопись 17-го века. Там их очень много, обычно их так именуют в кавычках малые голландцы. Это в основном работы в жанре натюрнофта. Причем в отличие от фламандской живописи, где холсты огромные, а на этих натюрнофтах изобилие птиц, рыбы, мяса, на голландских натюрнофтах, которые камерные, маленькие, мы видим натюрнофты застолья после бершеств. То есть это уже полусъеденные продукты, пожухшие фрукты, зачастую почти допитое вино, часто появляется даже культинка или даже насеконка. Понятно, что в философии 17 века это была отсылка к элементу моря, памяти о смерти, что всякая вещь бренна, но любопытно, как это корреспондирует с нашей эпохой. Когда мы говорили с вами о Бодрияре, я говорил, что Бодрияр охарактеризовал наше время, как мир после Оргии. Это после Оргии идеально выражено в живые всемалые голландцы. Вот одна из классических работ в этой манере. Эта картина принадлежит Перу Питера класса, а если вспомнить североевропейское происхождение класса Олденбурга, то не покажется натяжкой, что его окурки отсылают именно к этой живописной традиции. Правда, хотел бы вас предвосхитить от определенной ошибки, которую иногда допускают. На самом деле фамилия Питера класса и имя класс Олденбург пишутся одинаково только на русском языке. В данном случае параллели нет. Параллели есть только в том, что оба исходно представляют североевропейскую культуру. И оба по большому счету работают в жанре натюрморта, так как это тоже натюрмор. И, наконец, третий вектор творчества Олденбурга это еда. Я еще застал такую эпоху, когда еду выдавали по касточкам, касточкам талона. Они выглядели примерно таким образом. на них можно было купить сахар, мыло или группу. Не выбрать из сотни разных разновидностей, а просто купить мыло. Причем хорошо, если правда удавалось его купить. Вещи выполняли свою непосредственную функцию. сахар был нужен для приготовления пищи. Крупа, чтобы сварить кашу, а хозяйственное мыло, чтобы постирать. Да, стиральных машин тогда так тень у кого не было. Люди пользовались хозяйственным мылом и стиральной доской. Стиральные машины на самом деле были, но были редкостью. У нас она была. Преимущественно она играла вещи. Больше она никакой функции выполнять не могла. Она была быстро раскручивалась в воду и играть в вещи. Для этого очевидно она и создавалась. Поэтому вещи ценные естественно стирались вручную. С тех пор многое поменялось. Очередей продуктовый магазин вы больше такими не встретите. Такие очереди вы сейчас встретите разве что ворок концерты престижные. В магазинах можно найти сотни разнообразных видов продуктов причем как правило идентичных отличающихся только брендом и упаковкой. Ну естественно цумной. Так вот с момента открытия психоанализа уже в 20-е и 30-е годы его достижения в рейдерской мысли стали использоваться в коммерческих целях. И продукты питания включившиеся в эту систему торговых взаимоотношений уже более не предлагают нам себя в качестве того, что может утолить наш голод, а навязываются в качестве зачастую не имеющих отношения к голоду или даже самому этому продукту ценности. Хороший пример из области компетенции славоя Жижика. Эту его так скажем мысль вы можете встретить во многих его видеороликах, во многих его книгах. Это его критика или точнее критический анализ такого феномена как киндер-сюрприз. Ну а что есть киндер-сюрприз, который кстати просуществовал уже достаточно большое количество времени? Это маленький маленький кусочек шоколадки. крошечный кусочек шоколадки, в котором спрятана игрушка. Если вы отдельно увидите эту игрушку и эту крошечную плиточку шоколада, то вы конечно же ее никогда не купите. Но почему киндер-сюрприз работает? Во-первых позиционируется, что это не игрушка. Подается он не в игрушечных магазинах, а в магазинах подбираются продукты. Предполагается, что это шоколад, которая обладает неким бонусом. Она отсылает потенциальные возможности. Вот вам работа объекта маленького А в чистой форме. Отсутствие, которое наделено определенной возможности. игрушки. естественно, что там может быть за игрушка? Игрушка представляет собой абсолютный хлам. Более того, вам может попасть второй раз та же самая игрушка и в третий раз. Даже если она не будет какой-то иной, саму по себе игрушку навряд ли когда-нибудь решили приобрести. Но спрятанная и прилагающаяся бонусом как будто бы шоколаду она работает. Это позволяет продать эту шоколадку несоизмеримо дороже, чем стоила бы обычная шоколадка такого размера. И, естественно, игрушка, которая тоже не обладает почти никакой ценностью. Я имею в виду ценностью в смысле ее себестоимость. Другой пример действия объекта маленького А в пищевой продукции. Это так называемый объект плюс. Сок с витаминами, молоко с минералами. То есть если рядом стоят два одинаковых продукта и одно из них с витаминами, то большинство за одну туже цену, а может чуть-чуть дороже, то большинство людей приобретет объект плюс. Более того, я сомневаюсь, что можно себе представить, допустим, что есть сок или молоко без минерала. То есть что вы с ним такое делали? Вполне возможно, что и в ту и другую упаковку налито одно и то же. Но в одном случае указано, что оно с витаминами или минералами, в другом не указано. И, например, этот продукт обогащен магнием. Магний это периодическая таблица неделения. Вполне возможно, что у вас в организме переизбыток магния. И этот продукт вам может навредить. Никакое пользование не может получить. Но так как вам за те же деньги предлагают еще что-то в придачу, особенно хорошо, если что-то незримое. Нет. Это в идеале. То, естественно, человек приобретает. Почему? Потому что это и есть работа объекта маленького А. Выпадение, которое требует компенсации закрываемых. Еще один пример из арсенала слабое жижик. Критический анализ действия Starbucks. Кофе в Starbucks, как правило, дороже среднестатистического кофе. Они этого и не скрывают. Почему? Потому что везде эзотционируются, это действительно так и есть, что какой-то мизерный процент от стоимости всех товаров в Starbucks идет на нужды, на лечение больных детей, на бедное население, разве что на зверушек из Красной Книги не идет. Так на всех идет. Но идет это или не идет, вы не проверите никогда, и, собственно, вас это и никаким образом не должно волновать, ибо не на это расчет, а расчет совсем на другое. С середины XX века, особенно по Соединенным Штатам, прокатывается волна, когда человек действительно не может потреблять пищу. То есть, будучи состоятельным, но обладая средствами массовой информации, человек знает, что во многих регионах планеты люди не могут себе позволить даже кусочек хлеба в течение двух-три дней. И обладая деньгами, он не может употреблять пищу. У него определенный культурный блок возникает. Сама физиология человека богатильница этому. Старбакс предлагает вам обмен, сделку с совестью. То есть, вы покупаете ее продукцию дороже, чем среднестатистическая продукция, но они вам предлагают отпущение грехов. Часть из этих денег идет на тех самых бедных, из-за которых вы не можете есть. Проблема решена. И не случайно Старбакс так популярна именно в западных странах. В России он менее популярен. Потому что Россия как раз и представляет собой ту страну, в которой в большинстве случаев нечего есть. В чем многим в прямом смысле так сказать. Коммерция в области продуктов питания проявляется еще в попытке привлечь покупателей в сети так называемых ресторанов быстрого питания или фастфуд. Ну это ресторанами назвать нельзя безусловно, но в Америке они называются именно так. Нужно разделять на европейский ресторан, ресторан европейского типа и ресторан американского типа. Что нужно для того, чтобы привлечь туда покупателей? Ну явно не чувство боли. Нужны огромные булы. Нужен красный цвет. Обязательно. Заметься, KFC, Burger King, Хэсбургер, желто-красный, Макдональдс, Теремол, до бесконечности. Продукты выплескиваются за пределы самоё себя и обращаются к объекту маленького А. Попадание в него гарантирует наш поход в это заведение. И уже не важно из чего сделан этот бургер или торт, важно только то, что вы попытаетесь им заткнуть вот эту дыру. Но проблема в том, что заткнуть это невозможно. и этим и пользуются эти же самые рестораны. Чем больше вы там находитесь, тем больше вы их купите. Это и напитки, которыми невозможно напиться, в частности продукция компании Кокхол. И выполнены из самых неаппетитных вещей, так называемых сытные продукты, но люди их потребляют. Так потребляя их, потребляя испорченную котлету несвежей булки, они на самом деле потребляют не физическую продукцию, а то, что отсылает к их психическому жизнь. Этой проблеме наших дней и посвящены цикл скульптурных работ Олденбурга. Первая из них сладость номер один. 61-62 года. Одна из самых ранних аналогичный напольный гамбургер. Посмотрите в сравнении с человеком по банкбургерам. Торт тоже грандиозного размера. И банановое мороженое дегустрация. Игорь. Это единственное размером соразмерное действительно мороженое. Что бросается в глаза? Все они нарочито не похожи на реальные продукты. Это не имитации продуктов из воска, которые вы можете встретить в витринах многих магазинов. Когда они правда похожи, они копейны, когда яблочко прям как яблочко, только без единой точечки, без единой изъяны. Здесь сразу же видно, что это что-то предельно несъедобное. Впрочем, как и та продукция, которая продается в фастфудах. Зачастую огромные гипсовые бутерброды и торты, несоизмеримо превосходящие человека, не смогут удовлетворить ни голод духовный, ни голод физический. Но они могут подчинить себя человека, неспособного сопротивляться столь огромным образом из-за рекламы. так как эти огромные образы действительно закрываются в весь мир. Если скульптуры высокого возрождения демонстрировали красоту человеческого тела, то современные скульптуры много со временем демонстрируют нам пив ненужных вещей и несъедобной еды. Прошу заметить, что ни на одной из рассмотренных нами работ Холденбурга не было человеческих футбург. Человек здесь излишен. Он просто не нужен. Это мир, господствуют вещи. В чем вещи, лишенные своей функции. Бессмысленно вещи. Аналогичные примеры с пищей, вышедшие за пределы своей основной функции, можно встретить в творчестве некоторых художников стиля поп-арт, и несмотря на то, что я хотел сегодня поговорить о скульпторах, этих художников я не дать не могу. Потому что они действительно аналогичны Холденбурганскому взгляду на мир, и они его грязняют в чем-то. И один из них, один из этих художников, это Оин Тивор. Это старейший из ныне живущих представителей поп-арта, на данный моментом 96 лет, один из крупнейших художников этого тренда, так же, как и Олденбург, имеющий целый ряд престижных академических наград. Предметом творчества Уэйна Тивор являются торты и пирожки. Уэйн Тивор является мастером кисти, его натюрморты в чем-то можно сопоставить даже с классическими натюрмортами, он работает в относительно традиционной манере, но, тем не менее, его попадание, его идея метит именно в концепцию поп-арта, ту же самую, которую мы анализировали у Олденбурга. Это многообразие одного и того же. Вот такие слова. И вот такие. И вот такие. Это выбор без выбора. На самом деле, сейчас у человека остается единственная возможность выбора, это купить или не купить вещи. А, не купить ту или другую вещь, это не выбор, потому что они идентичны. Потому что, что бы вы не выбрали, вот этот единец, или этот единец, даже если у него будет разный вкус, это всего лишь различный порошок, добавленный в этот единец. Или, как говорят шарматисты, Е2 и ЧП. Примерно из таких страшных составляющих состоят эти красивые конфеты, цветовая шкала также варьируется от добавления пищевого красителя, это хорошо, если он еще пищевой, и, естественно, смысл в том, чтобы зацепить каждого, или попасть в большинство. Если это был один-единственный леденец, то, скорее всего, его, как и в прошлые времена, купил бы тот, кому нужен леденец. Например, ребенок, петушок в Советском Союзе, обычно ничего проявляют, петушка из него и не делали, и цветом не одинаково. Ну, а здесь расчет на то, что человек хотя бы на один из этих цветов или вкусов среагирует и захочет купить леденец, который, на самом деле, абсолютно не нужен. То есть, чем больше ассортимент этих псевдо-разных товаров, тем в меньшей степени у вас остается выбор не купить. Тем в большей степени вы подчиняетесь этой логике, потому что противостоять желанию, которое направлено в сторону объекта маленького, вы не сможете. Сколько в это рационально вы не понимали. Поэтому нужно сделать много того, чтобы воздействовать на каждого. Объект маленького а действует за счет того, что это является, грубо говоря, сточной воронкой, куда вода течет из раковины для желания. Иначе желание находится в стадии стагнации. Он не находится в стадии стагнации никогда, потому что есть объект маленького которого он всегда устремлен. А желание на уровне воображаемого, то есть на уровне того, что мы называем нашей реальностью, оно всегда сексуализировано. Вне зависимости от того, на что оно направлено. На конфету, на человека, на какую-то деятельность, оно всегда сексуализировано. И здесь дело как бы глубже оказывается, чем в понимании Фрейда, который пытался это свести к сексуальности. на самом деле, желание само по себе не сексуализировано. Оно вообще даже вне человека размер. Но на уровне воображаемого, то есть на уровне того, как мы его воспринять только и можем, оно всегда сексуализировано. А поэтому вся реклама бьет именно в эту отрасль. Иногда откровенно, а иногда скрыто. Именно это и пытается нам преподнести Мэл Рамос своим творчеством. И для этого он скрещивает две ветви. Одна ветвь непосредственно демонстрация лейблов той или иной пищевой продукции. А вторая ветвь это подбор к ним тех или иных изображений в стиле пин-ап. Что есть пин-ап изображение? Где-то с 60-х годов в Соединенных Штатах было очень дораньше, это что-то наверное с 50-х после, короче, Второй мировой войны. Становится очень популярным пин-ап изображение либо фотографии, либо реальные картины женщин, как правило обнаженных женщин, которые рассчитаны на то, что их покупают и клеят свои машины водители-дальнобойщики. Именно с этих изображений стартует в частности карьера Марлин Малера. Эти изображения обычно двух типов это либо совсем откровенные, либо такая якобы стыдливая девушка, два типажа, но тот и другой рассчитаны на одно тоже, на привлечение желаний. Мел Рамос объединяет эти изображения, он их не перерисовывает, он их сам создает, с знаменитыми лейблами, демонстрируя их не то, что непосредственно отсылку к ним, об этом, конечно, не может быть и речи, а о том, что методы воздействия на нас рекламой отсылают непосредственно на самом деле к сексуальному чувству. Ну, вот самая известная его работа Виллита. это сыр, плавленый сыр, сырок. Ну, как вы видите, здесь он подбирает девушку в тон к этому сыру. Или такие рекламы типа купи там Пел Мел и все девушки твои. Ну, по большому счету все рекламы можно свести к этому утверждению в той или иной степени его вариантности. Ну, в данном случае не Пел Мел и Леп Моррис. Или Монтемс. Или те бренды, о которых мы уже с вами сегодня говорили. И это как раз рельефы, это статы Кока-Кола и Макдальдс. то есть, в данном случае, с одной стороны, символика Лейбла может быть как афалического характера, но это не она. Может быть феминного, откровенно с изгибами форм, как в случае с Кока-Колой, с ее бутылкой, так и в случае, естественно, с Макдональдсом, там как бы символика вообще очевидна. Она действительно дико сексуализирована. В данном случае, то, что вы ее не видите или не хотите замечать, что она именно такая, это как раз определенная нормализация нашей культуры. В Станверском университете проходил такой замечательный эксперимент. Студентам давали слово, чтобы прочесть, начиная с максимально быстрого его показа. То есть, допустим, его показывают одну сотую секунду и постепенно приближают, пока он не сможет наконец прочесть. это слово. Например, если это было слово какое-нибудь типа Apple, человек начинал его прочитывать с определенного интервала. У всех это разное, естественно. А шкала, когда человек воспринимает, вот. Но для этого же человека, если слово было бранным, он его начинал воспринимать несоизмеримо позже. То есть, пока ему долго-долго не показывали, вот тогда он его воспринимал. Понимаете? Здесь речь идет не о том, что там не было пулитана, то есть, тестировали студентов стендов, университетов, причем психологов. То есть, у них не было проблем, чтобы назвать это слово. Они его реально не видели. Понимаете? Так что, то, что вы не замечаете сексуализацию этих лейблов, это как раз и делает их весьма успешными. То есть, невидим, значит, попадает гарантированно в объект маленького, значит, работает. Или вот, собственно, бутылка поп-оп-оп-оп. И, наконец, последний из сегодняшних авторов, это тоже скульптор, автор, по-настоящему великий, автор, не просто включившийся в поп-арт, но создавший самостоятельное направление, которое является одним из наиболее востребованных и перспективных сейчас этого автора зовут Джордж Сигал или Джордж Сегал. Как вы видите, он в 2000 году уже скончался, то есть, это автор 20-го столетия. Автор, его родители были подданными Российской империи, они бежали из Украины после развала империи, после революции, и он стал американским. Родился он в 24-м году, то есть, родился он, соответственно, уже в Штатах. Какое направление создал Сигал, чем он для нас интересен? Оно называется environment. Environment это такое направление, такой подход к архитектуре, к живописи, к скульптуре, которая предполагает вовлеченность в публике, в пространство самого произведения искусства. Оно стало особенно популярным в скульптуре, именно в нем и работал Сигал, и сейчас фактически в любом городе можно встретить такие статуи, когда мы видим изображенных людей, сидящих в парке, к ним можно подсесть, сфотографироваться с ними, можно рядом просто посидеть. Создателем таких первых в истории скульптур является Сегал, Джордж Сегал. Скульптуру, включенной в обыденную жизнь, как таковую. Не памятник Пушкину, чтобы увековечить что-то, а скульптуру просто анонимным людям, которые несут в себе просто взаимосвязь между искусством и реальной жизнью. Однако я выбрал его, чтобы показать нам сегодня не по этой причине, а потому, что сегодня мы говорили очень много и долго об воображаемом полакану, о пространстве той реальности, которая нам кажется настоящей, подлинной, то есть то, что мы воспринимаем эмоционально своими чувствами, естественно, это в чисто виде воображаемого, именно поэтому мы это и воспринимаем все по-разному. А что есть реальное? Вот на вопрос что есть реальное и отвечает искусство Сегова. В этом смысле он радикально отличен от поп-арта и может быть причистен к нему скорее по той простой причине, что он является его полным антагонистом. А антагонизм, как известно, сливается в большей степени, чем что-то близкое, что-то реально положено. Ален Бадью уже знакомый вам по статье, которую я вам давал читать, будучи верным продолжателем идеи Лакана, называет реальным следующее. Это местоположение, объем, форма, вес, материал. Вот это реальное. Все остальное, цвет, как мы это воспринимаем, эмоции, чувства, это воображаемое. То есть убить. И каким может быть реальный мир? Вот вам, пожалуйста, одна из работ Сегола. Женщина, моющая ноги в раками. Эти статуи изготавлялись Сеголом следующим образом. То есть бралась настоящая модель натура. Живая, женщина. Она облепливалась гипсом, с нее снимали слепки и потом конструировалась скульптура. То есть в данном случае, посмотрите на тот разительный контраст. У Рамоса мы видим просто лейбл, который дико сексуализирован. Здесь мы видим реальное обнаженное тело, причем взятое с настоящего человека, который абсолютно асексуален, но не сексуализирована вообще. Потому что сексуализация возникает только на ухо обнажаемых. Она в таком месте. Здесь она не работает. И более того, прошу заметить, что все статуи Сегала это не манекены. Здесь это тоже очень видно. То есть если бы он их делал не таким методом, каким я описал, можно было бы списать, что это типа люди-муникены, и тогда тоже вроде как попах. Нет, это осознанно всегда делалось с живых людей, с настоящих людей. Это их тело, каким оно на самом деле является. Понятно, что мы никогда не сможем увидеть реальное как есть. То есть весь мир без цветов, цвет же исключительно воображаемый уже нету на самом деле. это то, как мы приспособились видеть мир. Более того, он не соответствует реальной длине волны даже. В большинстве случаев с Буэдю мы видим не тот спектр, а какой частота является. То есть тоже есть такие эксперименты, где доказано, что даже в таком виде не работают. То есть то, что мы видим в цветах, это исключительно на обороне. Мы не можем видеть так никаким образом. И даже статуи Сегола не являются реальным. Это на нем на реальном. Почему? Потому что для того, чтобы передать реальное, он обращается к мифической воображаемой категории, категории белого цвета. Символ белого цвета нейтральности. Он вынужден пользоваться белым, хотя, естественно, тело женщины не является белым, никаким не является. При определенной температуре тело, может быть фиксировано на приборах с определенной частотой, что такую-то температуру он поддерживает. Но она не является ни белым, ни черным, ни желтым, ни коричным, никаким. Он отсылает к белому, потому что только так мы можем воспринять идею нейтральности. макдональдс. И вот вам работа. Мы только что с вами видели макдональдс, а вот вам другой макдональдс. Грубо говоря, ресторан без блеска рекламы. Рядом мы видим, идет унылый мужчина, там сидит унылая женщина и ждет свой унылый завтрак. О, никакой рекламы, никакого давления на объект маленького, никакой сексуализации. просто один идет, а другая сидит. Потом ей принесут объект, он будет занимать какое-то пространство, она его будет поглощать. Все, ничего больше не происходит. Есть одна совершенно замечательная кинолента, которую я бы хотел привести в качестве примера. Она снята Карпентером, одним из представителей независимого кино Соединенных Штатов. примерно в то же самое время, когда жил и работал Сегл, когда, позже, конечно, но при жизни Сегл еще. Она называется «They live». Они живут в русской версии «Чужие среди нас». Чем эта лента интересна? Эта лента показывает, что если одеть очки критического видения, ты увидел мир, мир реального. И когда главный герой раздобыл эти очки и одевает их, то на рекламе, которую до этого он видел в качестве рекламы той или иной продукции, он видит надписи просто «Размножайся». «Размножайся». Вот оно и есть непосредственно отсылка с одной стороны к рекламе без очков, то есть рекламе типа работ трех авторов, которых мы смотрели до этого. Прежде всего было Рамоса, хотя там это уже представлено более наглядно, когда мы просто смотрим на макланы, мы же этого не видим. А здесь, когда мы видим в очках критического взгляда, то мы видим вот так это. Просто кто-то идет, кто-то ест, кто-то что-то хочет продать и так далее. И есть совершенно замечательная сцена в этом фильме, которая стоит всего фильма, который опять же любит анализировать слабой жижек. Сам по себе фильм это очень грубый Григорий, он прям совсем такой просто, чтобы всем понятно было. Там еще и музыку сам автор Карпент написал. Он еще иногда музыку пишет. Даже альбом у него есть, он даже не один, музыкальный. Советую всем посмотреть ленту, она классическая и в ней большое количество времени отведено на сцену поединка. Причем это поединок не в духе матрицы, где балетно поставлены войны, то есть дерущиеся между собой люди, просто хорошие актеры, и более того, они не умеют танцать. Это получается именно такой не поединок, а потасовка, где каждый друг друга просто дубасит со всей силы, причем дубасищи друг друга являются близкими друзьями, а дубаси стоят друг друга чуть ли не до смерти. В чем суть поединка? Один уже надел очки, а другой их надевать категорически не хочет. Почему? А потому что он уже смекнул, что что-то там не там. И может, пока он их не наденет, стоять на позиции, что на самом деле там все неправда. И один бьется за то, чтобы нацепить на него эти очки, а другой отбивается и говорит, что эти очки все ерунда. Вот это показывает идеально ситуацию не только в жизни, почему люди до сих пор не хотят это увидеть, то, что я сегодня пытаюсь вам демонстрировать, но и ситуацию с современным искусством. Когда начинаются не крики, не просто человек проходит мимо, если человек проходит мимо, ему действительно оно неинтересно. Но если человек начинает кричать, это не искусство, да я сам так нарисую, это значит, что он является самым отчаянным фанатом этого искусства, он уже понял, чем оно ему светит. Тот, кто им выставляется, может еще не до конца понял, чем он ему светит. А вот тот, кто орет, он, естественно, попадает в ситуацию того, второго друга, на которого изо всех сил пытаются надеть эти самые очки. И действительно, оно для него закончится. плачевно, потому что им придется бороться против этой системы. И они все погибнут. Но такая же ситуация и наблюдается в современном искусстве. Поэтому те, кто выступают ярыми противниками современной мысли современного искусства, безусловно, являются его наиболее очень приверженные фанатами. И, наконец, покажу вам собственно Environment. Это версия Сегала. Такое вы сейчас можете встретить очень магнитик. Правда, они будут не белые, их все-таки отливают обычно из металла, они бронзовые, скорее всего, будут. или вот вроде бы политизированное произведение, а тем не менее оно по-прежнему лишено эмоциональной отраски. Оно производит впечатление как раз своей дикой нейтральностью. Хотя даже эти трупы создавались из настоящих людей, ну и живых, естественно. Это гипсовые слепки живых людей. Посмотрите в интернете, там есть процесс создания этого произведения. Или вот непосредственное женское тело. Или вот женские тела, обнаженные женские тела, абсолютно лишенные сексуализации. Именно в этой ипостаси, ипостаси мастера, отсылающего к пространству реального полакана. И вошел в историю искусства Сегал, поэтому, как мне кажется, он интересен. И опять же, проводя параллель с лентой Карпентера за Элиф, я бы указал на следующее. Любопытно, что для того, чтобы увидеть, каким мир есть, на самом деле, в этой киноленте нужно было не снять очки, мы все привыкли, что нужно снять очки, что у нас некие очки ложного видения, розовые очки, черные очки, человек снимет и видит, а вот, разрел. А здесь нужно надеть очки. Очки, естественно, критического взгляда. То есть сама ситуация под вас заточена. Если бы она была заточена под очки, то, простите, проблем не было бы никакой. То есть вы периодически бы столкнулись с миром вне очков, хотя бы боковым зрением. И вы бы, естественно, в это не поверили. Все наша реальность, все пространство, из которого она состоит, определить то, что оно является воображаемым, определить, что оно является иллюзией, можно исключительно на уровне интеллектуального эксперимента. На уровне практического видения этого сделать невозможно, потому что это жизненно важно просто для поддержания вашего выживания. Если вы неожиданно поймете, что все, что вы видите и то, что вы себя ощущаете, является лишь я-моделью внутри вашего мозга, который вы управляете, то вы очень легко потеряете страх и вас могут просто убить съесть или вы можете погибнуть иным образом, потому что от того, что это я-модель, это еще не значит, им не руководит настоящий ваш мозг. Он, естественно, находится вполне в реальном теле, и оно реально может погибнуть. Поэтому в данном случае жизненно важно для вас, почему вы засыпаете, сознание постепенно отключается и постепенно включается. Оно не может включиться мгновенно, потому что если оно включится мгновенно, перепад между сном и реальностью будет столь большой, что вы заметите что-то не то, что-то неладное. Именно на этом основаны так называемые осознанные сновидения. Когда человек неожиданно во сне или при засыпании или при просыпании включает больший процент осознанности, чем это положено в сновидении, сновидение становится несоизмеримо реальной так называемой вашей реальной жизнью. А почему? Потому что на тот крошечный лоскут, который там смоделировал, во сне моделируется очень маленькое постепенно. То есть оно может перевещаться, но оно вокруг вас очень маленькое. То есть то, что вы там видите стеллажи с книгами, попробуйте достать, прочтите хоть одно из-бор. Там ничего нет. и название там этих книг даже не появится. Большой то ли вероятности. Или по крайней мере только когда вы будете передвигать свой взгляд по ним. То есть там моделируется все в очень ограниченном количестве, чтобы снизить нагрузку на мозг, чтобы вы могли отдохнуть. И когда вы резко просыпаетесь, это производит эффект так называемого осознанного сновидения, который исследовал в том числе Томас Метцингер в своих экспериментах академический ученый, никакого отношения не имеющий к эзотерической мысли, глубоко и противный, то есть материалистический ученый, который как раз и демонстрирует механизм этого процесса. То есть мозгу приходится вынужденно так скажем сконцентрировать на этом количестве крошечной смоделированной реальности столь большое количество энергии, что оно становится более реальной, чем тот реальный мир, который нам кажется реальным. Потому что здесь в реальной жизни это пространство нашего взгляда рассредоточено на всем, и мы не можем все имитировать с такой же отчетливостью. А там человек осознался, но осознался внутри сна. Сон это крошечный локус. И оно становится более реальным, чем сама реальность. Так что сама реальность не является какой-то нормой. Повторюсь, является нормализованностью. То есть обыденным конвенциональным трансом, который нас погружает культура, которым она и является. Погружает она не со злой целью, не вообще нет никакой цели, исключительно вашего выживания. Но замечу, что поп-арт показывает то, что этим научились пользоваться. когда открытие фрейдистской мысли перешли в маркетинг, то есть на человеческую психику научились давить. Этим научились пользоваться. Если вы не научитесь хотя бы в своем воображаемом, это же нереально, это отсылка к реальному, снимать пелену этой воображаемой реальности, снимать пелену того транса, того гипноза, который на вас пытается навести культура коммерции, естественно, вы станете жертвой. Будете за милую душу кушать несъедобную еду, покупать ненужные вещи, и по большому счету сами будете представлять собой нечто очень близкое к вышеперечисленным вещам. Об этом мы поговорим в следующий раз, когда я буду разбирать творчество Вестельмана и Рэнди Орхола. В довесок я возьму еще пару авторов менее раскрученных. На этом мы и закончим изучение такого направления, как поп-а. Оно тоже во многом случайно. Не могу сказать, что я ярый-ярый-ярый фанат поп-арта всеядин. И то, что мы с вами смотрим именно на его, является во многом случайностью. Я лишь хочу продемонстрировать, как можно интерпретировать произведение искусства с точки зрения философских дисциплин. И в кругу каких мыслей, в каком интеллектуальном пространстве мы с вами живем здесь и сейчас. Потому что естественно, искусство прошлых веков отсылает к той проблематике, которая сейчас просто не существует. Проблема самой по себе драмы, разыгрывающейся в свадьбе Фигара, а это сейчас отсутствует. Просто само по себе общество с этими принципами больше не существует. Более того, и во многом благодаря конкретной этой опере. И пьесе по-макше потому что это было своего рода политически магно. Естественно, если мы хотим влиться в современное пространство, хотя бы что-то в нем решать, мы должны вливаться в него так же, как в него вливались слушатели оперы Моцарта перед Французской революцией, а не после мира. Это уже не было смысла никакого. А сейчас это ничего кроме красивых мероприятий. Само произведение искусства, это произведение искусства, великое произведение искусства, которое сделало историю Европы, оно более неспособно ее повторить, потому что оно уже выполнило свой фонгус. Не может быть Второй Французской революции, она уже произошла. Если мы хотим изменений каких-то иных, то для этого нужны иные средства, иное искусство. Искусство поп-арт, заметьте, оно на самом деле не рекламирует, не столько выстаргается современными реалиями большого города, сколько демонстрирует нам их философию. Я не скажу, что это именно критика в смысле бульного отрицания. Я бы даже сказал, что тот же Рамас скорее восторгается мастерами, изобретающими такие логотипы, которые действуют на миллионы. Знаете, многие художники могут позавидовать такому мастерству влияния на толпу, мастерами. он преподносит нам ситуацию, какую она есть. Он делает для нас ее доступной. А значит, мы можем себя обезопасить. То есть, предупрежден, соответственно, вооружен. И если мы сможем видеть мир таким, хотя бы таким, повторюсь, это нереально, это отсылка к миру, то, наверное, нам будет жить несоизмеримо легче, проще. И мы сами сможем выбирать одежду для этих наших многих многих личностей. Заметьте, это можно рассматривать и как одного человека. У нас очень много всевозможных субличностей, персон. Если мы будем это делать сознательно, то мы будем хоть как-то руководить своей жизнью. Если же мы будем просто реагировать по типу стимул-реакция, то ничем от собаки Павлова мы отличаться не будем по определению. А то, что большинство от нее не отличается, отлично демонстрирует действенность маркетинга, основанного на воздействии на психическую жизнь индивиду.